Слава Богу! 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 Лучшее поучение! Не в каком-то там кафедральном соборе или даже в церкви, где есть иконы, хотя мы-то не критикуем, люди как имеют, так могут иметь, но оно есть в Божьем Слове. Поэтому, слава Богу, мы имеем сегодня Божье Слово. Я в прошлом году тоже еще был в Украине, мы имели очень хорошие две евангельские программы, крестились люди, где-то 22 человека, а потом еще крестились, даже мне звонили домой, что вот мы покрестились, была тоже семья. И потом мы были с Диной осенью, поздней осенью были в Киргизстане. Это тоже очень интересная страна, это находится в окне 10.40, где очень сложно евангелизировать, это исламская страна, можно сказать, но очень такая современная исламская страна, где мы, может, так скажем, чувствовали свободу и хорошо, и тоже имели крещение. В этом году у меня есть продолжение для Киргизстана, как бы такой специальный проект, если кого-то там заинтересует, то мы можем, я могу вам потом объяснить. А сейчас хочу сказать, что мы, кроме этого, мы имеем с Диной программы каждую неделю на радио, и это идет тоже в Фейсбуке и в Ютубе, тоже вы можете просмотреть, можете найти эти параметры, и наше радио Калифорния, и вы можете тоже слышать то, что мы говорим. Обычно мы сегодня говорим о событиях последнего времени. Я хотел бы тоже и с вами поговорить о событиях последнего времени. Когда читаешь газеты или девайсы, или слушаешь телевизор, знаешь новости. Когда читаешь Библию, знаешь, как жить среди этих новостей. Новости, как вы видите, сегодня мы в мире имеем не самые лучшие. То есть состояние мира достаточно накаленное. Это не потому, что там война России против Украины, там и еще какие-то другие группы людей восстали друг против друга. Не это только. А сама система государственного управления, она под большой, скажем, угрозой. Больше всего, что мы читаем в Священном Писании, для того, чтобы знать, как сориентироваться в это время, это книга Откровения. Книга Откровения действительно удивительная, уникальная книга. Конечно, и книга Даниила. Сегодня я что-то вам из книги Откровения скажу. Говорят о том, что, ну, как мы все знаем, мы имеем время и мы имеем деньги. А знаете, какая разница между деньгами, то есть большая даже разница, между деньгами и временем? Деньги ты всегда можешь проверить и можешь знать, сколько у тебя есть или сколько осталось. Время никогда. Никто не знает время. Брат Богдан сказал, что уровни, ну, как-то это уровни так скоро бегут, правда? И мы даже не можем просмотреть, как они проходят. Священное Писание в книге Откровения говорит о последнем времени какими-то сигналами. Вы знаете, что есть очень хорошие сигналы, которые поддаются из книги Откровения, это когда мы читаем печати. Ну, печати – это что-то такое запечатанное и как бы раскрывается. То есть раскрывает кто-то, кто имеет эту силу. И насколько мы понимаем, сам Бог, сам Христос открывает эти печати перед нами. Ну, печати, когда открываются одна за другими, мы можем видеть состояние церкви, духовное состояние церкви, в котором мы находимся в периодах. То есть периоды тоже зависели от многих факторов. Когда доходим до седьмой печати, ну, как мы понимаем, что седьмое – это число совершенное у Бога, последнее. И вот мы думаем, ну, вот уже тут должно быть что-то, какая-то картина, которую мы все ожидаем. Конечно, когда мы говорим о том, что должно произойти, мы сегодня говорим о том, что мы ждем светлое будущее. Многие люди имеют страх конца мира или конца света. Еще когда говорят конца света, знаете, вот свет мы как бы ассоциируем со светом, а тут как будто какая-то темнота должна наступить. На самом деле, когда доходим до седьмой печати и хотелось бы видеть, какое событие следующее или что вот завтра, мы там находим еще трубы. То есть снова сначала начинается. И трубы как сигнал, мы знаем, что труба – это было не только символом, но и средством подачи сигнала какого-то или события. И вот эти трубы, они начинаются тоже для христиан, конечно, для нас это уже история, для христиан первых столетий, для них было не то, что будет когда-то в конце, а что будет сегодня. Их угнетала римская власть, им было сложно, это не было так легко, не так просто было веровать в то время, когда не только Неран, но и последующие императоры, вплоть до последнего такого гонителя, Диоклециана, 303-313 годы, это были жестокие императоры, они гнали христианскую церковь, и они хотели знать, а что будет? И вот Бог показал. И когда мы читаем эти четыре трубы, то мы можем видеть подробности, ну легко сегодня видеть, потому что это уже история, потому что каждая труба говорила, каким образом будет разрушена империя. Знаете, империя не так легко рушится. Многие сегодня думают, или как-то так по-другому там, и интерпретируют, что Украина может быть более грешная, Россия более правильная, или наоборот, или почему это война. Другие говорят, когда это закончится, когда эта Россия рушится. Конечно, это очень сложные вопросы. Мы это все ставим перед Богом, мы молимся, но мы должны понимать, что даже римская империя, которая была настолько противна и Богу, и это была империя, если посмотреть характеристику, это был страшный зверь, ужасный зверь даже, который унаследовал все те критерии прошлых империй, Вавилона, Медопериси и Греции. И рим очень был жестоким. Но когда вопрос стал, чтобы эта империя развалилась, необходимо было еще много лет. Если кто знает историю, что эта римская империя, она разделилась на две части, на византийскую часть и на западную часть, Рим и Константинополь. Император Константин построил новую столицу, которую хотел сделать оплотом как бы сохранение какой-то части этой империи на Востоке. И в прошлом году, когда мы летели с Киргизстана, то у нас как раз так самолетом сложилось, и мы знали об этом, но мы согласились, даже хотели. Один день или одни почти сутки, 23 часа мы могли быть в Константинополе. Ну, Константинополь – это Стамбул сегодня. И в Стамбуле есть до сих пор святыня София, которая была построена в пятом столетии. Можете посмотреть даже, ну, не обязательно ехать, можно посмотреть в Google София Константинопольская, посмотрите, какое это огромное сооружение, которое было построено, ну, скажем, как бы христианство на Востоке. И империя развалилась в 382 году, то есть разделилась, а развалилась в 476 году. Потребовалось 90 лет еще, чтобы эта империя полностью. И вот эти четыре трубы, они говорили, что это будет удар справа, это будет море, это будет севера, это будут иноплеменники. То есть таким образом эта империя была расшатана и она развалилась. Следующие трубы, особенно пятая труба говорит о возникновении ислама. Кто, может быть, из вас считал, что это выходит тогда дым из клаця, ну, и звезда падает с неба, ну, и саранча. Все это связано, скажем, с этими событиями. Как это все связать? А почему с неба? А потому, что ислам взял учение, основу, можно сказать, ветхозаветной библейской истории. То есть они взяли то, что является с неба. То, что оно было с клаця, вы знаете, что даже, ну, по такому, какому-то, ну, непонятно, даже до сих пор не могут объяснить, как Коран нашли в колодце, как будто ангел Гавриил туда его бросил или оставил, и вот Мохаммед там его достал. И вот это, Библия так говорит, что вышел из клаця дым. Ну, понимаете, что значит дым? У огня можно греться, а от дыма все бегут, потому что он разъедает глаза и неприятные. Вот такой стал неприятный. Почему? Так, можно сказать, что есть другие религии мира, и конфуцианство там, и синтаизм, другие восточные религии, которые тоже очень далеки, но это было близко, потому что оно было возле Божьего народа и связано с библейской истиной, но в то же самое время это стало как саранча, которая уничтожала все на своем пути, и вы знаете, что это стало не только религия, к сожалению, это стало и в христианстве, что христианство стало не только религией, а стало римокатолической системой или папством, который с Ватиканом до сих пор правит, как государство. Но они тоже стали империей, Османской империей, которые имели большую силу. Что интересно, что когда мы читаем шестую трубу, в шестой трубе мы можем видеть падение Османской империи. Примечательно, что это случилось в 1840 году, кто знает историю, 6 августа, вернее, 11 августа, и Йоси Алич, один из профессоров, богословов, в 1938 году выступал даже в Германии, в одном университете, он выступал и говорил, что как доказательство того, что Библия является истинной и правдивой информацией в пророчестве, я хочу вам сказать, что в 1840 году Османская империя падет. Ну, для людей это было, знаете, как сегодня многие ждут там падение такой, там системы или такой, или такой, а для мира тогда, особенно для христианства, это было большим желанием, чтобы эта Османская империя как бы прекратила свое давление на мир. А он посчитал, потому что, когда мы считаем, что там освобождение будет только после того, как будет месяц, год и день, и он посчитал, год это 360 дней, месяц 30 дней, 390, и один это 391, и он добавил, от становления 1449 года плюс 391 год, он вышел на 1840 год. Поэтому, кто знает историю адвентизма, говорят, вот адвентисты, они назначали пришествие Христа. Я вам хочу сказать, мы не имеем никакого, ни документального, ни теологического, ни богословского, ни научного доказательства, что адвентисты назначали пришествие Христа. Назначали пришествие Христа движения миллиаритов. А движения миллиаритов, это не были адвентисты, это были кто? Это были, кто-то говорит, что это баптисты. И не баптисты. Это были со всех динаминаций люди, которые объединились в движение. Что значит движение? Знаете, движение, вот были такие, ну, во время COVID-19, когда были люди, которые объединились в движении против вакцины, антивакцилянцы. То есть они были против. Где это движение было? Оно было везде. Это движение было среди адвентистов, это движение было среди баптистов, среди православных, среди католиков. То есть эти люди не имели, что это была какая-то церковь, которая была против вакцинации. Это было правильно, неправильно, мы не это говорим, что люди сделали, то люди сделали, кто-то захотел вакцину, кто-то не захотел. Но вопрос в том, что это было движение. Оно сегодня уже почти не существует. Почему? Нет такого ковида активного и нет нужды. Никто так, скажем, не говорит о том, что нужно вакцинировать, но движение. Это тоже было движение, только какое движение? За пришествие Христа, за исполнение пророчества. Но представьте, что Вильям Миллер, в то время его сподвижники, они нашли 1844 год как очищение святилища, А с другой стороны, с другой стороны, Йосиф Лич говорит, можно еще считать по-другому. Если считать падение Константинополя 1453 год и добавить 391 день, то же самое, только уже не к 1449 от Османской империи, от взятия Константинополя, то есть 1453, 1453 плюс 391, 1844 год, они имели достаточно доказательств. И тем более, если в 40-м году, 11 августа, империя пала. И вы знаете, кто читал историю, интересно, что история говорит о том, что империя пала так, когда не должна была как будто пасть. Но знаете, когда доходит империя пика, то есть, ну, такого, Османская империя имела такую силу, грандиозную силу. Она, конечно, имеет и сегодня исламское, скажем, государство, но это уже не империя. Она пала. И она пала только потому, что развалилась сама изнутри себя. Они между собою сделали недоразумение или сделалось недоразумение. И они в этом конфликте сразились друг с другом. И империя пала. В 1840 году, 11 августа. Вы можете представить людей, верующих, особенно которые объединились в это движение миллеритства? Какая радость! Иосиф Иолич сказал, он об этом проповедовал, а тут исполнилось. Они были полны радости и решимости, что 1844 год – это будет особый год. Конечно, снова скажу, адвентисты не назначали день. Многие говорят, это Эллен Уайт, она была основателем. Эллен Уайт не была основателем. Она еще была, можно сказать, молодой девушкой, даже меньше того. Когда она услышала первую пробу Людмиллера, ей было 14 лет, кажется. Она не была основателем, она не могла там что-то там вставить свое или что-то сказать. Это не было то время. Поэтому очень важно нужно понимать, что пророчество, которое мы имеем… А что мы имеем? А что мы имеем? Конечно, мы имеем очень интересные события в шестом, в шестой трубе, которые приходят одна за другой. И многие богословы считают, что если период между четвертой трубой от окончательного падения Римской империи, 476 год, и до возникновения ислама, это прошло достаточно огромное и большое время. Потому что возникновение ислама, это седьмое столетие, это 600, 620, ну где-то 20-й год. Потому что Мохаммед жил 570-й, 624-й год. Ну до его смерти, несколько лет, уже это было возникновение такой идейной пропаганды на востоке другой религии, которая сочетала в себе, скажем, совсем другие взгляды. Хотя корень был, можно сказать, священное писание. Что важно, что уже между шестой трубой, шестая труба начинается как бы сигнал падения Османской империи, но тут мы читаем, что этот ангел, другой ангел, появляется с открытой книгой, который имеет открытую книгу в руках. И что это за открытая книга? Это священное писание. А почему она стала открытой? А что, была закрыта? А, конечно, была закрыта. А почему была закрыта? А потому, что на протяжении, если читаем следующую главу, то тут мы находим, что эти два мои свидетеля, они будут пророчества 1260 лет, будут еще облечены во вретище. Эти две маслины, два светильника, которые стоят перед Богом земли. Это священное писание. А почему они были во вретище? Ну, в мешковине. Почему? А потому, что католическая церковь была заинтересована спрятать священное писание от людей. Вы знаете, что Йоганн Гутенберг, который первый придумал книгопечатание на станке, то есть придумал станок в Германии, до сих пор есть этот музей, этот станок, и первая книга, которая была отпечатана в мире, на этом придуманном новом станке. Это была, знаете, какая книга? Библия. Библия. Ни там детские рассказы, ни какие-то там стихотворения, ни какие-то молитвы, ни какие-то там другие. Библия. Были люди, которые сегодня действительно было правильно сказано, что если мы вводимы Духом Святым, то Дух Святой ведет нас к разным обстоятельствам. Дух Святой его повел, и он сделал это. Знаете, что сделал Рим в это время? Библию, она сегодня есть в музее, в Гутенбергском музее. Библию, которую они отпечатали, Йоганна Гутенберга, его станок, Рим предал анафеме, как нечистое. Сказали, на этом дьявольском станке мы не можем печатать Священное Писание. Почему? Они не хотели. Почему они не хотели? А потому что они понимали, что люди, когда будут читать Священное Писание, как и Лютер, почему Лютер стал реформатором? Такой священник, такой монах, такой посвященный человек. Почему он в один момент говорит, я не могу идти в ногу? Конечно, он искал. Это не были люди, которые, как кто-то сегодня тоже подметил, что есть люди, которые всегда недовольны чем-то. Это не был тот человек. Но он видел, что это не отвечает Священному Писанию. А он начал читать Священное Писание. Он был не удовлетворен той религией, которая строилась на делах. И он стал читать. И когда он стал читать, он уразумел, Рим этого боялся. Рим не хотел давать. Поэтому вот тут мы в шестой печати находим падение Османской империи, второе, Ангел с открытой книгой. Да, действительно, это было время, когда Священное Писание становится доступным. После такого поражения Ватикана, которое получил во время Французской революции, генерал Берте, который взял Папа Пия VI. Кстати, мне недавно один брат сказал, что он как-то узнал, что какая-то сестра ушла с Адвентистской церкви, потому что она сказала, ну, Адвентистская церковь неправильно толкует эти 1260 лет. Я вам скажу, что мне нужно было, когда я учился в университете, нужно было мне какой-то материал такой, ну, светский. И там кто-то предложил, что, ну, очень хорошо написал историю христианства Лозинский, профессор Лозинский. Я эту книгу купил в таком, ну, магазине старой литературы профессора Лозинского «История папства» называется. Я ее имею и тут, потому что я книги, это самое дорогое для меня, я привез эти книги сюда. И в этой книге профессор Лозинский, он вообще-то жил 1875 или 1876 год и 1945 год. То есть он захватил царскую Россию, он был преподавателем в Санкт-Петербурге, и он захватил, конечно, советскую власть. При советской власти была выпущена эта книга «История папства». То есть, конечно, он как светский человек описал. Вы знаете, насколько подробно это не адвентистская книга? Он говорит об этом периоде. Он говорит о конце 1798 года, то, что мы говорим, что папство получило смертельную рану. То есть это не адвентийское учение, это мировая история. Это то, что нельзя вычеркнуть. Оно есть. Поэтому то, что мы имеем, это большой шедевр, что мы имеем понимание этого. И тут этот ангел, который выходит с открытой книгой, он говорит, съешь эту книгу, и вот, говорит, она будет сладкой у тебя во рту, но потом она будет очень горькой. Она будет горькой во чреве твоем. О чем говорит ангел? Люди говорят, вот они назначили 1844 год, и это большое разочарование говорит о том, что это неправильно. А почему неправильно? А что, пророчества об этом не было, что будет великое разочарование? Что ты не будешь читать радость, а радость они нашли самую большую, что Господь грядет, очищение святилища. А, конечно, если это так не случилось, то это было горько. Об этом было предсказано. Ангел сказал, что так будет. А что, разве становление христианства не было, связано с большим разочарованием. Когда ангелы уже после субботы, сложной субботы, все, идем домой, кто-то, Петр говорил, я иду ловить рыбу. О чем это говорило? Что он был апостолом три года с половиной, а потом он говорит, я иду ловить рыбу. Что его друзья говорят? Мы идем с тобою. Вот такие апостолы. Те другие идут в Имаус. Кто не знает, у них там дом, бизнес, все. Разошлись все по домам. Христос догоняет по дороге и, конечно, он мог сказать, подождите, давайте назад. Вот смотрите на меня, это же я воскрес. Да, это было сильное доказательство. А он берет Священное Писание и говорит, а что написано? А почему вы так так не верите тому, что написано? Это было предсказано, великое разочарование было предсказано. И Библия говорит о том, что тебе еще надлежит пророчествовать о народах, племенах, языках и царях многих. То есть это то, что мы сегодня делаем, потому что этот ангел говорит, тебе еще надо. И наше основание есть на том, что цари, что значит цари, племена, языки, это все контекст того, что мы сегодня и говорим. Это трехангельская весть, которая связана с какими-то особыми доктринами, которые мы сегодня можем провозглашать. Тебе надобно, то есть он говорит, тебе надобно, ты не останавливайся, ты будешь чувствовать эту горькоту, сладость, горькоту, но ты иди дальше, тебе надо мно пророчество. Так говорит 10 глава, 11 текст, последний. Вопрос, а что, Бог не мог предотвратить разочарование? Мог. А что, в Священном Писании об этом ничего не написано? Написано. Ангел говорит, вернее, Иоанн говорит, и дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань, измель храм Божий, жертвенник, поклоняешься я в нем. А внешний храм, двор храма, исключи, не измеряй его. Что тут написано? К этому времени ангел говорит, внимание, измеряй храм. Что значит, измеряй? Изучи. Изучи храм. Какой храм? Какой храм? Основной храм. Основной храм. Внешний не измеряй. Если они были бы более внимательны. Подожди, а внешний? А что значит внешний? А внешнего уже нету. На внешнем дворе умер Христос, с этим закончилось. Остался основной храм. А где этот храм? А его на земле нету. Его нету на земле. И этот же ангел в конце этой 11 главы говорит, что посмотри, и он говорит, отверстие храма Божий на небе и явился ковчег завета его. В храме его произошли молнии, голоса, гром. Это все события последнего времени связаны с храмом. Храма нету на земле. Очищение храма это значит очищение небесного храма. Мы можем видеть эту последовательность. Конечно, когда мы читаем в этих двух свидетелях, мы должны не забывать, что тут мы находим еще одного зверя, очень интересного. Потому что мы имеем пять зверей с воды, одного мы имеем откуда? С земли. А седьмого откуда? С бездны. Да, по-английски «bathomless», то есть без основания. Из ямы без основания. Из бездны. И вот тут этот из бездны очень интересно говорит, что когда закончат они свидетельство свое, то есть на протяжении 1260 лет эти два свидетеля, зверь выходящий из бездны сразится с ними, победит их и убьет их. А что это? Кто же тут, в этом контексте? Это французская революция. Это атеизм, который возник в Франции, когда они объявили безбожие, женщину поставили как символ поклонения, как богине разума, что человек все сам может решить без бога. Они это приняли на законодательном уровне. Да, конечно, такие, ну, скажем, заявления часто люди делали, и сегодня люди делают, бога нету, это же не новость. Но на законодательном уровне, кстати, может кто-то видел местные новости наши, американские, и тут говорили о том, очень красиво, что две-три недели назад сенатор Тексаса принял решение, ну, как бы, наверное, он не сам, чтобы во всех школах штата, это большой штат, огромный штат, Техас, Тексас, то поставить закон Божий и даже фотографии, что уже в некоторых школах этот закон есть. Что у всех классов должен быть закон Божий. Я особенно посмотрел, а какой формат законов, ну, что знаете, формат закона тоже есть разный. Если католический, нет, нормальный закон Божий. Две скрижали, одна скрижаль заканчивается четвертой заповедью, о субботе и еще шесть. То есть очень красиво. но тут же через несколько дней в новостях нашлись оппоненты, которые подали в суд, что, ну, это неправильно, это, ну, как бы, ну, видите, да. вопрос, что этот зверь, который выходит из бездны, некоторые богословы соглашаются с тем, что он не закончен. Да, Франция пришла, как говорят, к своему разуму. Через три с половиной года, возьмите, прочитайте Великую борьбу, Библия и Французская революция, там очень красиво написано, это, кажется, 15 глава о Великой борьбе. А если взять, а куда делся зверь? Да, они приняли решение, не, не, мы неправильно сделали. Через три с половиной года они сделали извинения и сказали, не, нет, Бога надо вернуть назад на место, Библию тоже. А куда делся зверь? А куда делся зверь? И вот некоторые богословы склоняются к тому, что зверь пошел на восток, на восток и на север. И потребовалось еще время, когда этот зверь совершил непоправимую революцию, которая привела к тотальному атеизму. Ведь основная идеология, которая была провозглашена большевиками, хотя это был большой обман, они не были большевиками, они были в меньшинстве, они никогда не были большевики, но они так объявили, люди поверили. Но они объявили, что они сделали две реформы, долой попов и землю крестьянам. А так они сделали. В конце, конечно, то, что они сделали из этих двух, можно сказать, реформ, они первую сделали. Попов, священников, религию, церкви они уничтожили. Что они не сделали, они не дали землю крестьянам. Они дали в форме колхозов, которые считали, что это твое, это наше, но это не твое, и никогда не было твоим. То есть человек не имел никакого права. А религию забрали. И это большая проблема, которая перешла на тот край, где мы жили, Советский Союз, тоталитарный атеизм, он распространился везде. Атеизм распространился везде. Я был, когда, вы знаете, что я ездил много раз в Мадагаскар, в Мадагаскаре есть до сих пор люди, которые помнят Советский Союз и как красиво они учили, что Бога нет. Мадагаскар. Я был когда-то в Бразилии. В Бразилии есть районы, которые называются пролетарские. Пролетариат. Этот пролетариат, он облетел землю. Куба тут, которая рядом с Америкой, которая имеет прекрасный климат, имеет прекрасных людей, она нищенствует, потому что держится пролетарского взгляда до сих пор. И эта эпидемия, она пошла по всему миру. Мы сегодня имеем таких атеистов в Америке, которые поддерживают ту же самую систему. К сожалению, она есть. они этот зверь. И об этом пишет, кстати, и Эндерсон, это американский писатель, богослов, пишет, кстати, и Волкославский, Ростислав Волкославский, профессор Заохского академии. Он тоже пишет то же самое, что это отобразилось в атеизме Советского Союза, который пустил свои корни. И эти корни сегодня люди пожинают. Люди как будто имеют Библию, как будто имеют Церкви, но они не имеют веры. Они не имеют. И, кстати, эта проблема и наша, почему апостол Павел в одно время, когда пришел в Церковь, которую он устроил, как бы создал, а потом говорит, ну, проверьте себя, верили вы или нет. Мы должны себя проверить. Насколько наша вера крепка, потому что если она так связана с идеологой прошлого, особенно, вы знаете, что когда человек становится старше, почему-то он вот какой-то отрезок жизни не помнит то, что недавно, даже не помнит то, что, может быть, было сегодня. А вот то, чему его научили когда-то в молодости, оно всплывает. Вы знаете, что мы имеем дома такой, как бы, home care, мы имеем сейчас очень хороших людей, очень такие люди, все мобильные, ходят, смотрят телевизор, играют в игры. Имеем человека, который достаточно молодой еще, 78-79 лет, Роберт Уокер, да, кстати, очень интересный человек. И у него какой-то такой, ну, скажем, mild Alzheimer. И он забывает то, что кушал сегодня. А вот как он учился в школе, он помнит. Как его отец там, скажем, воспитывал, он тоже то помнит. Человек имеет такую, ну, скажем, способность, и это опасно. Утром сегодня я слушал одного интересного проповедника Слома Линды, который говорил о Христе, как мы должны сосредоточить внимание на Христе. Потому что он говорит, если вас хватит Alzheimer, от этого никто сегодня не защищен. Мы имели в прошлом году ту прекрасную женщину Диану, которая в прошлом году в мае месяце ехала на кемп, на своем таком кемп трачке, а осенью она уже не помнила, где она находится. Как это так скоро? И женщина не старая, 82 года. Как? Весной ехала на кемп и далеко. Йосемити там парк, еще куда-то там, Йеллоу стон. А осенью она не помнила, где она находится. Но она что-то помнила из прошлого. Как у нее дети родились, как у нее было. Поэтому, когда мы говорим об этом звере, который сделал такую трагедию, конечно, мы уже с мешковиной с тем, что папство держало Библию закрытой, мы уже как бы разобрались. Слава Богу, мы имеем. Ангел стал с открытой книгой, пожалуйста, читайте. Но сегодня есть другая проблема. Мы все можем быть инфицированы вот той проблемой. Неверие. Когда в один момент ты перестаешь верить, почему? Потому что тебе что-то не нравится. Ты не можешь поставить одно с другим. Это проблема. Да, конечно, когда мы здесь читаем, многие хотят, и я хотел так знать, вот седьмая труба, седьмая труба, ну, скажем, она имеет свое дело. Ну, вот шестая труба или шестой ангел говорит, в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божья, как он благовестовал рабам своим пророкам. То есть он сказал, смотрите, как только, и она очень скоро, многие богословы считают, что мы уже находимся в седьмой трубе, она началась с 1844 года, очень скоро, это были большие события перед 44 годом, о которых мы говорили, то есть и ангел с открытой книгой, и измерение храма, пророчество о разочаровании, действие зверя из бездны, ну и конечно, и падение Османской империи. Но сегодня мы имеем что-то другое, мы имеем то, что совершится тайна Божья, тайна Божья, это наше спасение, каким образом она совершится, и здесь мы очень интересно находим, что растерепели язычники, но пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим пророкам. Да, дорогие друзья, мы живем в это время, когда смотрим на все, что происходит в мире, это то время, когда рассверепели язычники. Сегодня люди не могут объяснить, что с этими людьми происходит, как можно делать войны, как можно делать террор, как можно делать многие такие вещи, которые необъяснимы, а это то, что сегодня мы живем, это страшное время, когда сегодня рассверепели язычники, свирепость, как можно еще, какой синоним свирепости, безумство, какой синоним можно придумать сюда, неразумность или 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 и Библия говорит о том, что и пришло время судить и погубить губивших землю, мы живем в то время, когда Бог делает, что мы в этом все можем сделать для себя, что мы можем сделать, конечно, все то, что не скажем, не зависит от нас, мы ничего не можем извинить, одно мы должны помнить, что мы живем во время суда, а раз во время суда, мы должны думать о себе, должны думать так, чтобы помнить, что мы живем в то время, когда рассматриваются наши дела, рассматривается наша жизнь, каждого дела, так Библия говорит, Бог приведет на суд, дело это человек, человек, каждый человек будет отвечать перед Божьим судом, сегодня есть это время, пусть Господь благословит и поможет, чтобы мы имели радость от того, что происходит в мире, чтобы это нас не страшило, чтобы мы знали, что мы живем в это время, а примириться с Богом это тот день, когда нужно сделать сегодня, завтра, не знаем, деньги мы знаем, что у нас еще есть на счету, время мы не знаем, пусть Господь благословит и поможет, что мы ценили время и прославили нашей жизнью Господа, аминь, помолимся. Господи Божий Отче Небесный, мы весьма благодарны Тебе за Твою милость и любовь, мы благодарны Тебе за все благословения субботнего дня, благодарны Тебе за то, что мы можем иметь Твое пророчество, Слово Твое, просим Господи благослови, чтобы мы читая, понимая, зная, могли и другим рассказать и знать, что мы имеем твердое упование. Господи, благослови Господь Церковь Твою во всем мире, чтобы миссия Церкви могла выполняться успешно, чтобы мы были достаточно внимательны в это время, ценное время, которое мы имеем, как благодать Твою для нашего спасения. Благослови, Господь, и вновь прибывших в эту страну, и те, которые прибывают. Благослови, Господи, эту страну, чтобы был еще мир на этой земле. Благослови, Господь, и всех нас, и тех, которых нет сегодня с нами в этой Церкви. Даруй, Господи, чтобы мы могли видеть всегда Твое благословение в нашей жизни. И те, которые больны, те, которые разочарованы, даруй, Господь, чтобы каждый мог иметь чувство того, что Ты есть рядом. И пусть Твой Дух управляет нами и ведет нас. И будь прославлен, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. 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 Продолжение следует...